И снова здравствуйте. Кто первый в читальню забежал, то и сразу и поубирал. Правильно? Тереза. Привет. Кто у нас всех встречает в читальню, то и поубирает чуть-чуть. А то я задолбался с каждым, что это здороваться. Правда? Хай кто-то сразу заменял все. Правильно? Вот так. Часть у нас сегодня детектива. Какая часть? Часть 16. Погнали-дали. Педали. Только там дали и погнали. И я поднял лежащую рядом рацию. Абазинцев. Это я. Рунов. Ты меня слышишь? Слышу, слышу. Сержант сейчас умрет. Я его убил. Ах ты, мразь. Ты заплатишь мне за это. Живым тебе не выбраться из этой переделки. Я тебе это обещаю. Ты пожалеешь, что одна же вообще явился на свет божий. Не ты первый мне говоришь об этом. Но, как видишь, пока я не слишком жалею. Запомни. Я не прощаю тех, кто встал на моем пути. Я тебя предупреждал. Я тебя по-хорошему просил. Не делай то, чего не нужно. Но ты плюнул на все мои слова. А ведь совсем скоро смог бы стать богатым человеком. И я рассмеялся. Ты считаешь меня полным идиотом? Думаешь, что я поверил, что ты и впрям хотел заплатить мне эти миллионы? Думаешь, так и поверил? Сразу же? Ты с самого начала хотел только лишь одного. Убить меня. Еще в Москве. Ведь это же ты подослал ко мне тех хлопчиков. Ты мне надоел. Помни каждую минуту из тех, что тебе осталось. Совсем скоро за тобой придет смерть. По изменившемуся шуму вертолета я сразу понял, что он начал набирать высоту. Мах-мах-мах. Все. Эй, Абазинцев, подожди! Крикнул я в рацию, но на этот раз ответа из нее уже не последовало. Эх ты, прям как тот... Эх ты, ну ты, погоди. Ну, погоди, да? А услышал ли он это, я даже и не узнал. Наш диалог на этом временно прервался. И я снова перевел взгляд на сержанта. Он был еще жив. Но уже текли последние минуты его жизни. Об этом убедительнее любых медицинских заключений свидетельствовала мертвенная бледность, растекшая по его лицу. Ну, вот зачем ты, дурак? Вот зачем ты связался с этой мразью, а? Спросил я. Ты же как и я, солдат. Ты должен находиться на моей стороне, солдат. Ну, сил отвечать у сержанта уже не было. Но по его глазам я понял, что он меня слышит. Солдат. Внезапно губы его зашевелились, но я ничего не расслышал, так как он очень тихо говорил. И я наклонился к его рту. Да бей. Очень больно. Ну, зачем так мучить? И я посмотрел на него. Он был действительно абсолютно прав. Даже такому подонку не стоит без необходимости доставлять лишние страдания. И я выстрелил ему в бошку. Ты-ды-щ! Все. Все. Мне нужен был небольшой отдых. Сил идти дальше у меня уже не было. Я отошел от тела на несколько десятков метров и сел рядом с деревом. Прислонился спиной, как к спинке кресла, к стволу. Передо мной стояла нелегкая задача. Выбраться из этого гиблого места. А выбираться нужно было как можно скорее. Совсем не исключено, что Абазинцев полетел за подкреплением. Если сюда высадится новый десант, новые солдатики, то все. Мне не сдобровать. У меня даже пулек не хватит. И я решил идти вдоль дороги. Но лесом. Лесом. Без необходимости не выходя на трассу. Впрочем, пока на ней не было никого, словно бы я остался вообще единственным человеком на земле, как тот Робинзон в тайге. Даже непонятно, куда подевались все остальные люди, действительно. Отшельник, что ли? Только что завершившееся лесное сражение отняло у меня слишком много сил. И я шел очень-очень медленно. Лесом. Если я и дальше буду двигаться таким темпом, то приду в поселок не раньше, чем через недельку. Но такой срок без всяких припасов, даже без зажигалки, которая осталась в машине, мне не выжить. Каждый шаг уносил остатки моих сил. Несколько раз я падал. Некоторое время совершенно отрешенно так и лежал на земле. Даже не двигался. В эти минуты мне было абсолютно все равно, что дальше со мной произойдет. Вот что будет. Лишь бы полежать. Даже лучше, если что-нибудь случится, тогда все разом прекратится, все эти мои страдания. Как нынешние, так и будущие тоже. Одним махом, так сказать. Сто зайцев. А то, что они неизбежны, я не сомневался. Абазинцев никак не успокоится. Не тот человек. Пока не сотрет меня в порошок. Только теперь я начал постигать масштабы вреда, которые я принес этому человеку, и степень той ненависти, которую он ко мне питает. Уже вечерело. А я продолжал, спотыкаясь, словно пьяный, идти дальше. Впрочем, я был действительно пьяный. Только, как в той песне, не от вина, а от усталости. Но разница в состоянии была минимальной. Минимум. И по мере того, как пространство вокруг меня окутывало темное покрывало ночи, кроме страха перед людьми, во мне пробуждался и страх перед животными. Уже. Анастасия как-то говорила, что здесь водятся медведи. И даже рыси. А если эти хищники на меня нападут? Что мне делать? Оказаться загрызенным косолапым — это ничуть не лучше, чем быть убитым боевиками Абазинцева. И то, и то. В адмеде. Внезапно я услышал сперва шум мотора, а затем увидел свет приближающихся фар. Достал пистолет, и я бросился на дорогу. Если это мои враги, то пусть уже убивают, уже все. Все равно мне тут не уцелеть. Я встал посредине дороги и поднял руку. Автомобиль на удивление затормозил. Я бросился к нему и увидел, что в салоне сидит средних лет мужчина. Больше в машине никого не было. Но полную уверенность в том, что это не мой враг, у меня тоже не было. Поэтому я решил не искушать свою судьбу. И я наставил на него пистолет. «Выходи!» — приказал я. «У меня нет денег!» — дребезжащим голосом проговорил он. «Нет, нема грошей!» «Выходи!» — еще решительно произнес я. Он повиновался. «Руки вверх!» И на этот раз он послушно взял и поднял руки. Я быстро ощупал его, но оружия не нашел. «Куда едешь?» «Во краевой центр. Попа хлебушек». «Поедешь в Рунова, ты понял?» «Да, понял. В Рунова-то так, Врунова». Покорно согласился тот. «Ну, что ты остыешь? Поехали!» «По-по-поехали!» Я дождался, когда он займет свое место водителя, ведь он водитель, а я пассажир. А сам же сел на заднее сидение, как покорный пассажир. На всякий случай приставил пистолетки в шее. На всякий случай. «Хочешь остаться невредимым?» «Хулигань, слышишь?» «Стрелять буду без предупреждения. И промаха. Понял?» «Та-та-та-та! Я-я-я-я! Все понял!» «Наш путь занял два часа и прошел без приключений». Водитель довез меня прямо до дома. Вот что делает живительный пистолет. Правда, последние километры дались мне с трудом. Хотя рано было несерьезно, я все же потерял довольно много крови и чувствовал слабость и головокружение. Мне даже было трудно держать моего невольного водителя на прицеле. «Уж такой уж тяжелый пистолет», — показался. Я полулежал на том сидении. Закрыл глаза и только лишь иногда их приоткрывал, чтобы убедиться, что все там в порядке, и мы едем туда, куда мне надо. «Спасибо», — сказал я, когда автомобиль затормозил возле моего дома. Собравшись с последними силами, я вышел из машины. Я чувствовал раскаяние за то, что перепугал этого человека. По хлебушек съездил. Не в ту сторону, да? Я заставил его свернуть с ненужного ему пути. И говорю ему, «Ну, извини, друг, но другого выхода у меня просто не было. Хочешь, я тебя накормлю, а?» Но он явно предпочитал побыстрее убраться отсюда, как можно подальше. «Мне надо ехать, я опаздываю», — сказал он, весьма неприязненно поглядывая на меня. Я кивнул ему головой и, повернувшись с нему спиной, смотрю, что он уже и наелся, и все. И я зашагал к дому. Я услышал, как машина отъехала, но я даже не повернулся. Я открыл дверь, сделал два шага и так и упал на ковер. Глава двадцать шестая Очнулся я в кровати. А упал-то я на ковер. Как так-то, а? Было уже утро. Задернутые шторы протыкали многочисленные солнечные лучики. Солнышко лучистое! Улыбнулось весело. Потому что с корешем мы запевли весело. Знаете такую песню? Вот то. Точно так же. И некоторые из этих лучиков приятно покалывали мне прямо в глаз. В мое лицо. И хотя я уже проснулся, но сознание еще не полностью вернулось ко мне. Так как я никак не мог определить, где я нахожусь и что со мной. Где мой ковер? Неужели его кто-то на кровать подстелил? Ага! И тут заскрипела дверь. Послышались чьи-то шаги, и я увидел склоненное над собой лицо. Это вы? Ну, вас же здесь не должно было быть. Я произнес эти слова, прежде чем понял их значение. Как выпалил. И сразу же весь ход событий восстановился в моей памяти. Я постарался сесть на той кровати, но это оказалось не таким уж простым делом. Тело плохо повиновалось мне. Все. Червляк ты. Я вернулась, сказала Анастасия. Мне было очень тревожно. Я увидела на дороге сожженную Волгу. И подумала, что вы погибли. Скажите честно, вы в тот момент хотя бы чуть-чуть огорчились, а? Анастасия несколько мгновений хранила молчание. А затем вдруг заулыбалась. Огорчилась. Я даже заплакала. Вы плакали? Из-за меня? Не веря своему счастью, спросил я. Счастье твое? Не знаю. Но мне стало тяжело. Со смерти Саши мне не было еще так тяжело. Никогда. Это хорошо, проговорил я. На лице Анастасии отразилось удивление. Что тут хорошего? Хорошо то, что мне было тяжело? Да, подтвердил я. Мне хорошо, что вам стало плохо из-за меня. Ага, мне хорошо от этого. По сразу же изменившимся ее глазам я понял, что она поняла, что я имею в виду. Что же это автология? Понял, поняла. Ага, ты, автор. Вы говорите глупости, пробормотала она. А что вы делали после того, как обнаружили сгоревшую машину? Я попыталась обследовать местность, но из-за темноты это было абсолютно бессмысленным занятием. И я поехала дальше. А когда открыла дверь, то увидела распростертого вас на полу. Я был без сознания? Да, без сознания. И мне пришлось тащить вас наверх. Ух, тяжелый. И скажу я вам, это было крайне трудное занятие. Я не подозревала, что вы такой тяжелый. О, бедная, я вам сочувствую. У вас кровоточила рука. Я промыла вашу рану и перевязала ее. Ну, вы все сделали абсолютно верно. Чтоб вся кровь не вытекла. В свое время я окончила курсы медсестер, так что для меня все это было не в новинку. А-а-а. Ну, все равно вы молодец. Похвалил я ее. Мне доставляло удовольствие это делать. Не исключено, что она догадалась об этом, так как не стала возражать против такой своей оценки. Лежите спокойно. Я принесу вам завтрак прямо сюда. И вы мне расскажете, что же произошло. И она вышла. А я лежу, как тот червляк, и улыбаюсь. Это было не первое мое ранение в жизни. Но впервые после ранения я был так счастлив. Кохва в постель. И будет тебе и кохва, и шампанское. Тьфу ты! Глава двадцать седьмая. Я провалялся в постели целый день. Целый день червляком валялся. Анастасия заботилась обо мне, как сиделка. Признаюсь, что я немного играл, подыгрывал. Еще тот актер. И уже к полудню я почувствовал себя вполне сносно, чтобы встать с постели и заняться неотложными делами. Я понимал, что пребываю в сладком ничего не деланье. Ни хрена не деланье. Вот так точно. Тем самым я подвергаю себя большому рыску, червляком. Этот абазинцев и иже с ними вряд ли ждут, когда я окончательно выздоровлю. Ведь так? Эти жуки не станут сидеть сложа руки. И, скорее всего, снова замышляют какую-нибудь очередную пакость. Но встать с постели было выше моих сил. Уж слишком мне доставляла огромную радость зрелище, заботящиеся обо мне. Анастасии! Ну, нельзя уж сказать, что она была особенно ласковой и нежной. Я бы даже сказал, что после первых минут мое возвращение к жизни, когда она показала свое беспокойство за мое здоровье, что ей стало плохо, она стала вести себя даже чересчур сдержанно, словно боялась выплеснуть наружу даже капельку своих подлинных переживаний. Неужели так боялась за меня? Стрессы и всякое такое. И все же такое ее поведение отношения ко мне не обманывало. Я уже знал, что она относится ко мне лучше, чем даже, быть может, сама того желает. И то ощущение, что посетила меня впервые на крыльце дома ее отца, что в наших отношениях произошел перелом, сейчас только лишь окрепло. Но, впрочем, я не подавал вида, что разгадал ее игру. Наоборот, я сам активно в ней участвовал. Все, пошла возня. Моим поведением руководил не расчет, а инстинкты, которые подсказывали, что слишком быстрое сближение это... это... неосторожное слово или жесть с моей стороны, может, это все может вызвать обратную реакцию. Эти-ти. Оно может снова отдалить ее от меня и потом попробовать допрыни. Чтобы взять тяжелый вес, штангист поднимает штангу не одним решительным движением, мах и все, и хребет напополам. Правильно? Он вкладывает в него всю свою мощь. А не-не-не, не так. А несколькими ступеньками, я б сказал, постепенно поднимая ее все выше и выше, чтоб пупок не развязался. Вот точно такую же тактику должен взять на вооружение и я. По ступенькам. Все, строй ступеньки теперь. И вечером я решил, дабы не переигрывать, актер седьмого ранга, пора прекращать изображать из себя мнимого больного, хватит уже червляка, и возвратиться к полноценной жизни. На свои два вармушели вставай. Поэтому я встал и вышел из комнаты. Вот так вот просто. Я застал Анастасию, сидящую у камину в задумчивой позе. Причем она ушла в себя на такую глубину, что не сразу заметила мое появление. Это шо за глубины? Океана? М? Когда это все же случилось, то ее изумлению не было предела. Вы встали? Что-нибудь произошло? Вам стало хуже? Мне стало лучше, благодаря вашим заботам и вниманию. Я уже, о, на ногах. И готов продолжать. Продолжать что? Битву за компанию. Как выяснилось, желающих захватить ее оказалось даже больше, чем я предполагал еще совсем недавно. И кто же, по-вашему, они, эти? Прежде всего, некоронованный король здешних мест, абазинцев, жук из жуков, а затем наш замечательный финансовый директор Расшубкина, затем ваш обожатель Струганов. Я не верю в то, что Валерий вынашивает такие планы. Я не верю. Т.С. Клифосовский. Решительно прервала она меня. А у меня есть доказательства. Какие? И тут я, знаете ли, заколебался. Заколебался я. Я вам непременно сообщу о них, только попозже. У меня действительно есть доказательства. Но кое-что надо бы еще проверить. А что вы тогда скажете о Генрихе Оскаровиче? Хм. Не знаю. Я еще больше заколупался. Задумчиво проговорил я. Его роль мне совсем ясна. Не совсем. Мне ясна. Ясна. Да красна. Не совсем. Кто у вас еще на подозрении? Может быть, я? Я ведь тоже акционер. И не маленький. Хм. А у меня были такие мысли. Честно признался я. И даже не заколебался. Ну, знаете. Возмущенно воскликнула она. Ну, не сердитесь так, прекрасная Анастасия. Примирительно произнес я. Когда я сюда приехал, я никого и ничего не знал ведь. Как я мог определить, кто мои враги здесь, а кто друзья? Вот вы как бы поступили на моем месте? Я и сейчас обо всех не могу сказать это доподлинно. Зато теперь, мне кажется, я знаю, как был убит мой дядя. И она аж встрепенулась. Говорите. Я прошу вас. Говорите. Ее лицо от волнения даже побледнело. Ну, я еще не до конца уверен. Прошу вас, пока не спрашивайте меня о таких вещах. В ближайшие дни все расставят по своим местам. Все. Поверьте. Почему вы считаете, что главные события произойдут именно в ближайшие дни? Потому что все фигуры, ну или почти все, заняли свои позиции. Все там стоят. И один из королей просто не может не получить мат. Даже без шаха. Вопрос только лишь в том, чей ход окажется острее и продуманней. И вы уже знаете, как вы пойдете. Пристально посмотрела она на меня. Все будет зависеть от той информации, которую я получу. Но меня сейчас очень беспокоит судьба Людмилы Семеновны. Она слишком много знает, чтобы можно было бы быть уверен в ее безопасности даже в доме вашего отца. Даже там. Если бы ей угрожала бы опасность, папа тут же бы сообщил мне. Опасность может возникнуть внезапно. А при всем моем глубоком уважении к вашему отцу, он будет не в состоянии ее защитить. Может быть, это и грустно, но слово Господа тут бессильно. Здесь требуется другое оружие. Что же вы предлагаете? Ну, пока не знаю. Но было бы хорошо найти для нее какое-нибудь другое убежище. Те, кто жаждут с ней расправиться, могут в любой момент обнаружить, где она скрывается. Тем более, им известно направление поисков. Им все досконально известно. Есть такое место. Вдруг радостно объявила Анастасия. Есть. Несколько лет назад мы с Сашей построили нечто вроде небольшой дачки. Здесь, в километрах тридцати, есть озеро. А на его берегу целебные грязи. Просто замечательно лечит ревматизм. Тогда у него начали немного болеть суставы. Вот мы и сделали. Небольшую резиденцию там. Место там пустынное. Саша хотел со временем создать там курорт. Даже проект первой очереди уже существует. Кстати, эскизы в этом доме находятся. Могу показать. Хотите, принесу? Хм, конечно. Анастасия вернулась через несколько минут, неся кипу ватманов. Она расстелила их на столе. Вот, смотрите. Это озеро, показала она мне. А вот тут наш домик. И рядом вокруг на многие километры ничего больше нету. Недалеко от места, где был помечен домик, я увидел еще какой-то знак. А это что? Анастасия как-то странно посмотрела на меня. И мне показалось, что она не совсем уверена в том, надо ли мне вообще говорить об этом. А это... Это то, что мы с ним открыли. Видите, вот это мелководный лиман. Здесь самые целебные грязи. Саша вылечился буквально за несколько сеансов. А вот чуть подальше, вплотную к озеру, подступают горы. Мы обследовали их. И что же вы обнаружили? Пещеру. Сквозную пещеру. Она начинается вот здесь. И она показала пальцем. И выходит сюда. В пещере, правда, вода. В нескольких местах приходится нырять. И плыть даже под водой. Но пробраться к другому выходу можно. И как найти вход в нее? Саша сделал там специальный знак. Там растет большая ель. Она одна там. И с одной стороны все ветви до высоты человеческого роста все вырублено. Вход в пещеру буквально в нескольких метрах от дерева. Но он очень маленький. Мы с ним едва протиснулись туда. Поэтому его никто раньше и не обнаружил. А можно проехать на машине в это замечательное место? На внедорожнике можно. Мы проезжали. Четыре на четыре. Конечно, трасса очень опасная. Там есть такие крутые-крутые склоны, что мы только чудом не перевернулись. Но у нас хорошая машина была. Надо ехать немедленно. Сперва за Людмилой Семеновной. Потом сразу туда. Вы хотите отправиться прямо сейчас? В дорогу? Удивленно проговорила она. Ну да, откладывать опасно. Мало ли что может случиться с ней. А если вы там укроетесь, мне будет за вас спокойней. Я тоже там должна находиться? А как же? Удивился теперь я. Что же она там одна будет делать? Скучно, знаете. Анастасия погрузилась в молчание. Хорошо. Поехали. Сборы заняли меньше получаса. Я вывел из гаража трофейный внедорожник. Тот самый. Четыре на четыре. Фоу-уиллс-драйв. Четыре ве. Поняли. Анастасия села в машину, одарив перед этим меня не самым ласковым взглядом. Ей явно не нравилась предстоящая перспектива оказаться запертой на берегу целебного озера. Была уже ночь. Поселок спал. И я надеялся, что никто не заметил нашего отъезда. Мы выехали за ок улицу и понеслись по дороге. Эта поездка запомнится мне на всю жизнь. По такой тяжелой трассе я еще никогда не ездил. Напряженность момента скрадала только лишь прекрасная ночь, теплая и звездная. И я так надеялся на все это оборудование. ИСП, хир-ИСП и так далее. Оно действительно немного вывозило. И, конечно, присутствие Анастасии, мой главный ИСП, которая сидела так близко от меня, что на ухабах и склонах, когда меня относила в ее сторону, я ощущал ее теплое бедро. Знаете ли. И ни разу она не попыталась отодвинуться от меня. Ни разу. А потому что некуда. Мы быстро и вполне благополучно домчались до дома родителей Анастасии. Переполошили и напугали их. Разбудили спящую сладким сном Людмилу Семеновну. И полусонную, ничего не понимающую червячку, мы запихнули ее в машину и понеслись к озеру. Еще один червячок. Вот здесь-то и начался этот небывалый славам. Такой умопомрачительной по сложности трассы я никогда не встречал. Куда мы приехали? И как мы не сломали в ту ночь себе шею, я до сих пор не понимаю. Вот это машина, а? Иначе как чудом или божьим промыслом, отец Мефодий, называйте как хотите, объяснить этот факт невозможно. Отец Мефодий сверху нас вел. Из тучки прямо. На тучку. Вот так вот. Пару раз вездеход едва не перевернулся. Затем мы чуть не полетели в пропасть, так как я в темноте не разглядел вовремя, что дорога обрывается и надо поворачивать. И я успел изо всех сил надавить на тормоза буквально за несколько мгновений до падения. И автомобиль остановился менее чем в метре от обрыва. Опять. Отец Мефодий. Я взглянул на Анастасию. Без всякого сомнения она все отлично видела. Но сидела как тот сфинкс. Неподвижно. Ни жестом, ни словам, не выражая своих эмоций. А то, что их у нее не хватало, я не сомневался. Ну скажите, как было не восхищаться такой женщиной, а? Одинаково прекрасной и мужественной. О, мужик! Оставшуюся час пути я ехал на минимальной скорости. Поэтому расстояние в пятьдесят километров мы покрыли только к утру. Уже начало рассветать, когда впереди показался синий глянец озера. На заре! На заре! Э-э-э-э, голоса зовут меня! Точно! Я увидел озеро! Монетка! Место было удивительнейши красивое и напоминало красочную открытку. Как в той песне. Действительно. В небесах! Неровный овал озера со всех сторон окружали поросшие лесом горы, словно оберегающие его от всех напастей. Я подумал о том, что дядя был абсолютно прав, когда хотел организовать здесь курорт. Я б тут и помереть не отказался. Люди будут сюда приезжать только для того, чтобы запечатлеть в своем сознании этот фантастический по красоте вид. А не помирать сюда даже поедут. Еще и гроши платить будут. Нам туда, показал Анастасия рукой, куда следует ехать. Я даже как чуть не поперхнулся. Я что-то про бизнес подумал. Деньги, гроши опять. Я ж бизнесмен уже. Чине. Ха-ха, чине? Ну, недо, недо, чуть-чуть недо. Но ведь уже там. Домик оказался совсем небольшим, одноэтажным, состоящим из трех небольших комнатушек и застекленной верандой. Его окружал высокий и крепкий забор. Мы вошли в дом. Анастасия осмотрелась вокруг. — Как я тут давно не была? — произнесла она первые свои здесь слова. Мебели в доме было мало. Только самое необходимое. Нам уже знаком такой стиль. Так? Скорее всего, им будет тут не слишком уютно, сразу же отметил я. Но иного выхода я не видел. Ты б еще про джакузу подумал. Мы стали выгружаться. Вернее, этим занялись мы с Анастасией. Так как Людмила Семеновна оказалась совершенно измученной дорогой. Она просто валилась с ног. Что касается нас, то мы на удивление чувствовали себя бардачком. Бодренько. Действительно. В шкафу у нас дожидались несколько комплектов постельного белья. Мы постелили кровать и уложили на нее усталую женщину. Едва ее голова прикоснулась к подушке, как она тут же заснул червяк. Мы же с Анастасией, не сговариваясь, вышли из дома и неторопливо побрели вдоль берега. А вот и здешние знаменитые грязи показала сразу же она мне. Давайте обойдем их. Ну, давайте обойдем владение. Это я подумал, не сказал. Мы поднялись в гору. Затем снова спустились вниз и остановились возле кромки воды. Я смочил в ней пальцы. Она была очень холодной. Брррррр. Невольно издал я такой звук. Анастасия тихо рассмеялась. — Да, тут не покупаешься. Правда, Саша окунался, но я так и не решилась тогда. Горы закрывают солнце, и вода очень слабо прогревается здесь, даже в самые жаркие дни. И к тому же еще со дна бьют ключи. Зато вода очень чистая, ее даже можно пить, прям так. — Да, такой красотищи я нигде не видел. С удовольствием остался бы здесь хотя бы на несколько дней. — А почему бы и вам не остаться? — вдруг проговорил Анастасия. — Нам было бы с вами спокойней. И я резко повернулся к ней. — Вы хотели, чтобы я остался? — Да, спокойно, как о само собой разумеющейся вещи, — ответила она. — И тут я первый сделал к ней шаг. — Но ведь... — И я замолчал. От волнения я не знал, что мне дальше сказать. Язык как в узел закрутило. Мысли, да, мысли неслись в моей голове с такой бешеной скоростью, что я никак не мог ничего вычленить из-за этого стремительного потока. И вдруг я вычленил. — Я хочу вам сказать... — Не надо ничего говорить, Женя. — Что? Она впервые назвала меня по имени. — Женя. — Чтобы ее обнять, мне было достаточно поднять руки. Это я и сделал. И наши губы соединились. Все было настолько неожиданно, что даже чувствуя вкус ее мягких губ, я не был уверен до конца, что все это происходит действительно на самом деле. А не, к примеру, во сне. — Я не знаю до сих пор, сколько длился тогда наш поцелуй. Секунду, минуту или вообще вечность. Время куда-то исчезло. Полетело. Затем Анастасия вдруг выскользнула из моих объятий и повернулась лицом к озеру. К монетке. — Настя, я должен сказать... — И я опять вычленил. — Пожалуйста, не надо ничего говорить. Я очень прошу тебя. Ее голос дрогнул. — Я прошу тебя, уезжай побыстрей. — Ну почему? Ты ж только что просил меня остаться. — Да, просила. — Это все озеро. Саша говорил, что оно как-то странно влияет на людей. — Озеро тут ни при чем, — упрямо сказал я. — И ты это знаешь. — Не важно. Уезжай. — Я должна обо всем подумать. — Но мне надо отдохнуть. Дорога слишком тяжелая была. Если я засну за рулем, даже на секунду у меня там каюк. Анастасия наклонила голову. — Отдохни. Но потом сразу же уезжай. — Обещаешь? — Да. Я уеду. — Пойдем в дом. На самом крыльце я вдруг остановился. Она удивленно посмотрела на меня. — Скажи, а кто-нибудь знает об этом в вашем пристанище? — Кажется, никто. Мы не афишировали его строительство. Даже строители нанимали не из поселка, а шабашников с Кавказа. — И что, никто здесь не был? — А кто эти ватмы начертил? — Никто. — Нет, подожди. Однажды был Маринин. — Зачем? — удивился я. — Он утверждал, что, как руководитель службы безопасности, он обязан знать все места, где мы можем находиться. — Может произойти все, что угодно, и он должен иметь возможность быстро связаться с Сашей. — Вполне возможно, что он по-своему тоже прав, — заметил я. Однако это обстоятельство мне не очень понравилось. Анастасия постелила мне на небольшом диванчике, а сама ушла в другую комнату, оставив меня, одного. При этом она тщательно закрыла дверь, словно даже отгораживалась от меня. Это еще что же? Что за заборы? Но я уже знал, что сделать ей это с каждым днем будет все трудней и трудней. Уже. То, что только что произошло на берегу озера, монетка, при всей своей непредвиденности не могло произойти случайно. Не могло. Просто ей нужно время, чтобы свыкнуться с новой, скорее даже неожиданной для нее реальностью. Но это случится скоро. И тогда... На этой счастливой мысли я и задрых. Проснулся я под вечер. Мне очень не хотелось уезжать. Но я знал, что это неизбежно. И не только из-за того, что так хочет Анастасия. Но мне нужно было находиться в поселке. Там происходят важные дела. И я просто не могу не участвовать в них. Я ж бизнесмен уже. И теть колотить. Наше расставание прошло очень сдержанно. Ни о каких поцелуях не могло быть даже и речи. Анастасия держалась от меня на почтительном расстоянии. Да и Людмила Семеновна была постоянно рядом. Может, из-за этого? Она явно не хотела меня отпускать и старалась все время находиться поближе ко мне. Но, скажу честно, мне было совершенно не до нее. Лишь только в самый последний момент, когда я садился в джип, Анастасия сделала ко мне шаг и пожала мне руку. Но я не слишком огорчался этой внешней холодностью. Я уже знал, что отныне между нами все будет уже по-другому. Глава двадцать восьмая Я приехал домой ночью, Совершенно измученный с одной только лишь мыслью, Что немедленно приму душ и лягу спать. Но едва я вошел в особняк, как в дверь застучали. Тук-тук, войдите! Нервы у меня были так обострены, Что я автоматически достал пистолет и направился к выходу. Сейчас я ему сделаю тук-тук! Кто там? Крикнул я, прижимаясь в стене, Чтобы оказаться неуязвимым для пуль, Если в меня будут стрелять. Это Генрих Оскарович. Очень бы хотелось с вами поговорить. Вы одни там? А с кем же еще? Голос его звучал столь недоуменно, Искренне, что я ему поверил. Я распахнул дверь и наставил пистолет в грудь своего позднего гостя И огляделся вокруг. Но на улице в самом деле никого не было. Входите, сказал я и почти втолкнул его в дом. Гетсон выглядел поникшим и растерянным. Обычно всегда аккуратно одет, И он был в каком-то с заляпанным грязью плаще. А на шее не было привычного галстука. Это вообще Гетсон без галстука-то? Что-то случилось? Расспросил я. Это просто чудовищно. Я ничего не понимаю. Почти зарыдал он. Садитесь. Хотите что-нибудь выпить для успокоения? Воды. Я налил ему воды и подал ему стакан. Пока он пил, руки не утряслись, как у алкоголика. Ну, рассказывайте все по порядку, Попросил я, когда он выпил весь стакан. У меня создалось такое впечатление, Что мое предложение помогло ему хотя бы отчасти Привести в какой-то порядок его разбросанные мысли. Да, вы правильно сказали. По порядку. Я так и сделаю. Обрадованно согласился он. Сегодня утром нашли убитым Тараканова. Не могу себе представить Сергея Ивановича мертвым. Кто и за что его убил? Что-нибудь удалось узнать? Ничего. Абсолютно ничего. Вдруг приподнялся аж в кресле Гессен. Что еще случилось? Исчезли. Они исчезли. Кто исчез? Марина Владимировна. Ее нигде нет. Телефон не отвечает. Я не знаю даже, что думать. Кто еще исчез? Валерий Анатольевич. Его тоже нигде нет. Его не могут найти. Вот это, пожалуй, уже интересненько, отметил мысленный я. Я смотрю, что нет Анастасии Мефодиевны. Получается, она тоже исчезла? Что это творится-то? Скорее всего, она в городе. По-моему, она что-то мне об этом говорила, соврал я. У нас на расчетном счету тоже все исчезло. Там нет ни копеечки. Как же мы будем работать? А я догадываюсь, где деньги. Что это вообще значит? Изумился Гассен. У меня есть информация, что они переведены на счета нескольких подставных ферм. У меня есть даже вот их список. Утром нужно остановить работу бухгалтерии и начать ревизу и всех финансовых операций. И, кроме того, необходимо немедленно подать на эти компании в суд, пока деньги из них не ушли. Если это случится, что-либо вернуть будет уже все. Крайне трудно. И на этом наша полномочия все заканчивается. Вы подозреваете, что... И у Гассена не хватило мужества закончить эту фразу. Я не подозреваю. Я знаю, что Ращупкина занималась финансовыми махинациями. Между прочим, у вас под носом. Угу. И это последнее сообщение окончательно добило Гассена. Бабах в голову. И точка. Он низко опустил голову и закрыл лицо руками. Как будто я ему выстрелил в лоб. Плечи его затряслись, как у наказанного зашалость ребенка. И мне даже, знаете, стало жалко его немного. Да хватит, Генрих Оскарович. Ну, всякое в жизни случается. Жалко. У пчелки под хвостиком. Сразу же подумал я. Гельсон посмотрел на меня красными глазами. Жалко. Я никак не ожидал от Марины Владимировны такого. Что же теперь делать? Ну, пока спать. Этой ночью мы все равно ничего не изменим. Да, да, извините. Я должен был подумать, что сейчас время для сна. Но я был так возбужден, так возбужден всем произошедшим. Такого в компании еще не было. Все пропало. Все. Никого нету. Ему надо было бы сказать, такого не было при Александре Михайловиче, поправил его я. Гельсон, сгорбившись, вышел из дома. И я закрыл за ним дверь на все навешанные на нее замки, и на маленький тоже, и отправился спать. И я проснулся от того, что кто-то шумно барабанил дверь. Ну, что это такое? Опять тук-тук войдите. Я посмотрел в окно. Рассвет только начинался. Опять на заре. Голоса зовут. И тить-колотить. И было еще довольно темно. Даже. Я накинул халат, засунул за пояс трусов пистолет. У меня уже было два пистолета. И в таком виде пошел открывать. — Кто там? — спросил я. — Открывай, это Струганов. Я открыл, и сразу же на меня набросался главный инженер. Он нанес мне весьма чувствительный удар в скулу, от которого я сразу же покатился по полу. Аж пистолеты повылетывали. Ну, и я быстро вскочил и встретил его приближение прямой ногой. Главный инженер был отброшен к стене, и я прыгнул на него. Но он не собирался сдаваться, а ударил на меня на этот раз в живот. Несколько секунд пришлось ловить воздух ртом. Струганов же не терял даром времени, а снова двинул кулаком меня. На этот раз в плечо попал. Я чуть отмахнулся. Я упал. Он набросился на меня и стал тузить, пытаясь попасть в самые уязвимые места моего тела. Некоторое время наша схватка продолжалась в партере. Затем мне все же удалось упереться ногой в его живот, как домкратом вперся, и сбросил себя. По-видимому, он уже мнил себя победителем. И мстя его страшна, так как явно не ожидал такого продолжения, и несколько мгновений пребывал в растерянности. Я воспользовался предоставленной счастливой возможностью, и что есть силы, как вдарю его в челюсть. Ага. А ну почувствуй, кобыляка. И я отправил его в глубокий нокаут. Все. Нок, нок. Аут. Нок и нонхеверсдор. Да? Увидел небеса небесные? Пока главный инженер приходил в себя, я прочно оседлал его, прижал руки к полу. Но он и не помышлял больше даже о сопротивлении. Мой удар сломил его волю к борьбе. Все. Поняв это, я ослабил хватку. Что все это значит, Валерий Анатольевич? И я затряс его за плечи. Почему вы набросились на меня? И он сплюнул на пол сгусток крови. Где Анастасия? Куда вы ее дели? Я всю ночь ее искал. Вы из-за нее на меня напали? Он кивнул головой. Ага. Откуда я знаю, где Анастасия? Она взрослый человек. Куда хочет, туда и направляется. Неправда. Вы ее увезли. Вас видели вместе в машине. Это кому-то померечилось. Струганов попытался встать, чтобы снова напасть на меня. Но я с сильным толчком вновь уложил его на пол. Нок-нок. Черт, да отпустите же меня. А вы не будете больше драться? Кулаками размахивать, а? Нет. На всякий случай, прежде чем его отпустить, я решил его обыскать. Так, на всякий случай. И не напрасно. За поясом я нащупал пистолет. И я извлек его оттуда. А эта штука вам зачем? Чтобы меня убить? Вы сошли с ума. Я никого не убиваю. Это вы спец по убийствам. Есть такое. Не стал возражать я. Но набросились на меня вы, а не я на вас. И уже не первый раз такое. Я боюсь за Анастасию. Скажите, где она? Несколько мгновений я колебался. Говорить или не говорить. И говорю, она в надежном месте. Главный инженер так пристально посмотрел на меня, словно проверяя меня на честность. Как высверлил мне мозги. А здесь нету надежных мест, вдруг сказал. Он ее с горечью осознал о его правоту. Так вы не скажете? Нет. Не скажу. Теперь он мрачно посмотрел на меня. Если с ее головы упадет хотя бы один волосок, вам не сдобровать. На месте. Я решил проигнорировать эту его угрозу. На его месте я бы тоже поступил точно так же. А почему вы думаете, что ей что-то угрожает? Ее вчера ночью искали. Я аж чуть не подпрыгнул. Кто искал? Не знаю. Они пытались проникнуть в ваш дом, но здесь никого не было. Откуда вам это известно? Несколько мгновений главный инженер молчал. Я бродил в везле. Возле дома бродил. И видел каких-то тут людей. Даже кое-что слышал из их разговора. Они с кем-то говорили по телефону. И называли ее имя. А мое? Вам не повезло. Вам и они не интересовались. Насмешливо проговорил Струганов. Я раздумывал над всем услышанным. Я бы не сомневался в искренности главного инженера, если бы не одно обстоятельство. Я помнил о найденных мною жучках и его приказе перед этим проверить линию связи в кабинете. Который я занимал тогда. Как увязать эти два обстоятельства? Может быть спросить вот так прямо в лоб об этом? Ну где гарантия в правдивости ответа? Как я смогу определить, что он не лжет? А вы раньше видели этих людей? Сразу же спросил я. Нет, они не из поселка. Поселковых я всех тут знаю. Но сюда ведь невозможно приехать незаметно. Как же они попали в наш поселок? Не знаю. Может быть их кто-нибудь привез? Может быть. И я грустно вздохнул. Нет, недоверие между нами стало столь сильно, что нам не сговориться. Недоверие. Вам что-нибудь известно о Ращупкиной? Поинтересовался я. Кроме того, что она куда-то исчезла. Гельсон пытался ее найти, но она не выходит на связь. А вам не кажется это странным? Вообще-то кажется. Но, честно говоря, меня больше интересует другой человек. Не понять, о ком он говорит, было просто невозможно. Так вы не скажете, где она? Спросил Струганов. Я ничего не ответил. Ладно, но учтите. Вы будете отвечать по полной программе, если что. Вам ясно? И с ней не бывает. Главный инженер выстрелил в меня угрожающим взглядом. Затем решительно повернулся и направился к выходу. Он так хлопнул дверью, что его звук был, наверное, слышен на другом конце этого поселка. Как пушка выстрелила, бомбахнула. Я перевел дух и решил, что время еще есть немного поспать. А уснешь ли ты? Вот вопрос. Но время есть. На заре. Ну, только я двинулся в свою комнату, как в дверь снова постучали. Тук-тук! Что за ног-ног сегодня? И я чертыхнулся и пошел открывать. Может, вообще не закрываться, а? И я снова взял на изготовку пистолет и распахнул дверь. На этот раз на пороге стоял. Маринин. Ему-то что надо в такой неурочный час? Раздраженно подумал я. Извините, что я вас разбудил, но у меня к вам срочное дело. Вместо приветствия сразу же произнес начальник безопасности. Проходите. Пожал я плечами. Я все равно не спал. Я проводил его до кресла, жестом пригласил садиться и сам сел напротив. Что-то случилось? Но Маринин не спешил поведать мне цель своего визита. Вместо этого он крутил по сторонам своей головой. Я заметил, что он делает это весьма методично. Сантиметр за сантиметром осматривает все помещение. Что же он хочет найти здесь? Или определить? Кстати, своими разговорами мы не разбудим Анастасию Мефодиевну. Вдруг проявил он заботу о ней. Думаю, что нет. По возможности неопределенней ответил я. Что означает этот странный ответ? Неискренне рассмеялся Маринин. Его слабая сторона в том, что он никудышный актер. Сразу же отметил я. Ну, никудышный. Ему нельзя разыгрывать никаких ролей. Сразу видно фальшь. Черным по белому на лобе все написано. А Анастасии Мефодиевны нет дома. А где она? В городе. У нее там какие-то дела. Ей позвонили, а она срочно уехала. А разве не вы ее отвозили? Да, отвозил. Но какое это имеет значение? И в самом деле никакого. Да я просто так спрашиваю. Как-то тревожно. Расшупкина пропала. Антон вот тоже. Вы не знаете, где он? Вы же его куда-то посылали. Боже, я забыл об Антоне. Я давно должен был выйти с ним на связь. А он, наверное, мне звонил во время моего отсутствия. Наверное. А вы за этим пришли? Да, в общем-то да. Может быть, парню помощь нужна? Да, он пришел узнать в пять часов утра, где находится Антон, словно является его отцом Божиим. Но в том-то и дело, что он не его отец. А если сейчас ворвется в дом банда головорезов? А я даже забыл закрыть на замок дверь за Марининым. И на маленький замочек тоже. Я почувствовал холодок сразу же, где-то внизу живота. Кажется, Маринин уловил мою нервозность. Маринин. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует...